О здоровых людях. Причем тоже на улице. Они же в частном доме живут. Вечером то же самое. А зимой они купаются в проруби и принимают солнечные ванны. На это сбегается смотреть вся улица. Кругом снег, температура минус 15, они шезлонги на огороде ставят и в нижнем белье лежат. Многие думают, что они сумасшедшие, но это не так. Несколько лет назад у этой женщины был рак желудка. Врачи поставили крест на ней и думали не выживет, а она выжила. Все. Значит, прекрасная статья. Люди не осуждают, не думают плохо. Ведут правильный образ жизни. И поэтому они здоровы. Все великолепно. Маленький нюанс. Почему при таком образе жизни у женщины появился рак желудка? Ответ простой. Я моделирую. Дело в том, что когда у человека очень хорошее здоровье, когда у него высокая энергетика, что такое высокая энергетика? Это такое же счастье. То у него может появиться концентрация на том, что он здоров, что он благополучен, что у него мощная энергетика, и он подсознательно начнет либо осуждать, либо как-то свысока думать о других, либо недоволен собой, если у него что-то не так. Он привык быть здоровым. То есть начнется тема судьбы. Рак желудка – это явно у этой женщины пошел мощный пробой в плане судьбы. Это при здоровом образе жизни. Какой может быть ответ? Это означает, что уровень физический великолепный, а любви не хватает. Это при всем при том, что они не осуждают, не говорят плохо, не думают, но все равно чувства любви не хватает. Вот когда пошел рак желудка, внутреннее пошло отрешение, а добродушие все-таки в правильном направлении пошло, преодолело. Но ведь он появился. Почему? Потому что концентрация пошла уже не на любовь, а на здоровье, энергию, благополучие эмоциональное и энергетическое. Энергия – это очень большое счастье. К чему я это говорю? К тому, что если человек читает, что вот я буду всех прощать, у меня, так сказать, будет много энергии, то я буду здоров. Оказывается, когда у человека резко повышается энергетика, а он внутренне за что-то зацеплен, то тогда энергия идет не на любовь, не на гармонию, а на это. Это знаете, как есть такое, так сказать, немножко вульгарное выражение. Солдат, о чем ты думаешь? О бабе. Так вот, о чем человек думает, туда идет его энергия. И если у человека внутри есть привязанность повышенная к чему-то и зависимость, то хочет он или нет, его энергия пойдет туда. И если, оказывается, идет энергия по человеку божественной, по его тонким структурам, если у него зависимость небольшая, то резкое увеличение энергии, оно наполняет все его структуры, и он гармонии. Если же у него внутренний перекос, какая-то зависимость от темы желаний, человеческой любви или судьбы, то вся энергия идет туда, идет как бы взрыв. То есть, если так, при медленном течении энергии идет прокачка, то когда идет зависимость сильная, то большое количество энергии, оно просто разрывает, как рубец на теле. Значит, то получается, что чувство любви может, так сказать, выровняться, вернее, энергия может прийти, но если нет уровня зависимости правильного, если нет привычной ориентации на любовь как высшую ценность, то когда приходит высокая энергия, человек просто может не выдержать. Значит, вот это к чему? К тому, что многие люди говорят, начну вести здоровый образ жизни, и будут здоровы, оказывается. Тогда можно задать вопрос, почему все люди на земле не перестанут есть мясо, пить, курить и так далее, почему не будут они здоровыми? Потому что если люди, которые не научились любить, не осуждать, начнут вести здоровый образ жизни, они перемрут. Просто. У них нет шансов выжить. Поэтому тот, кто осуждает, плохо говорит, не умеет любить, он должен есть мясо, пить водку, он должен болеть, он должен прятаться, мало ходить, он должен толстеть. Это его условия выживания. Вот почему здоровый образ жизни не получается у большинства людей планеты. Почему все американцы распухшие? Потому что, оказывается, любить нужно научиться. А умение любить, это умение не просто что-то потерял и простил, это умение повышать интенсивность этого чувства любви, повышать интенсивность отдачи. И вот когда я смотрел, для того, чтобы преодолеть тему судьбы, нужно уметь вот это вот непрерывное чувство радости, как солнце светит, тогда, когда у вас рушится судьба. Но для этого интенсивность должна быть высокая. А если вы привыкли улыбаться, когда кошелек теряете, поверьте мне, вы улыбнуться не сможете, когда ваша изба сгорит. Не хватит привычки, вот и все.